Этой весной жительница Самары Олеся Курлеева переболела коронавирусом. Болезнь протекала в тяжелой форме и не обошлось без последствий. Поэтому лечащий врач отправил Олесю на диспансеризацию. Пришла к участковому врачу, была поставлена на диспансерный учет с ковидом. После этого меня пригласили на диспансеризацию. В одном месте здесь очень удобно взяли и анализы, и прошла все обследование. Удобный человек работающий, то есть в одном месте все сразу, без очередей. Внимание к тем, кто переболел ковидом, на диспансеризации повышенное. Из 25 тысяч прикрепленных к медицинскому учреждению пациентов, 2000 человек перенесли коронавирус. Стандартное обследование проходит в два этапа. На первом обязательном пациентов принимает терапевт, берутся анализы. На втором этапе диагностики к каждому индивидуальный подход. Пациенты, перенесшие ковид, это такая особая группа, которой сейчас мы активно занимаемся в рамках диспансеризации. Это те пациенты, которые действительно требуют определенного наблюдения и выявления факторов риска, которые или, возможно, те заболевания, которых у них были раньше, декомпенсировались, или появление новых факторов риска. Все это выявляется в ходе диспансеризации, потому что для таких пациентов несколько расширен объем диспансеризации. За день терапевты успевают принять до 100 человек. В среднем каждый третий пациент переболел ковидом. «Во-первых, нужно обязательно кровь сдать, посмотреть, потому что кровь реагирует очень сильно. Какое соя будет у человека? Ну, естественно, глюкоза, хорестерин, так как иногда и печень поражается. Электрокардиограмму обязательно делать, это 100%. И человека, конечно, нужно брать на диспансерный учет». Профилактической работе уделяют особое внимание в рамках нацпроектов здравоохранения и демографии. Диспансеризация и профилактические медосмотры позволяют снизить смертность населения и повысить продолжительность жизни. Создание условий для проведения профосмотров ранней диагностики заболеваний, организации грамотной и своевременной медпомощи – часть стратегии лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Чтобы как можно больше самарцев смогли пройти обследования, врачебные кабинеты работают и в субботу. Записаться на прием к специалистам можно по телефону своей поликлиники или через сайт Госуслуг. Мария Левина, Николай Сидоров, События.